Добрый вечер, дорогие товарищи! Сегодня последнее занятие университета рабочих корреспондентов в этом семестре. Тема занятия «Вклад Игоря Константиновича Смирнова. Диалектическое понимание развития капитализма». Читает лекцию кандидат технических наук Кирилл Валерьевич Верков. Здравствуйте, дорогие товарищи! Сегодня у нас вторая лекция в этом семестре, посвященная Игорю Константиновичу Смирнову. И в этой лекции мне так или иначе придется частично повторить то, что Виктор Иванович рассказывал где-то в феврале этого года. Но частично я надеюсь, что мы разберем какие-то другие моменты в творчестве Игоря Константиновича. И определим, собственно говоря, основной его вклад в, ну можно сказать, в общее мировоззрение марксизма и в его развитие. Я бы так сформулировал. Для того, чтобы этот вклад как-то определить и понять, я предлагаю в самом начале начать с того, чтобы вспомнить об марксизме в его определении. То есть, как наука, как мировоззрение, вообще говоря, единственное научное мировоззрение, марксизм в себе имеет три момента. Первый момент – это политическая экономия, изложенная в основном в капитале Карла Маркса. И восходит эта политическая экономия, имеет своим источником работы Рикардо, работы Адама Смита, ну и вообще такую школу английской политэкономии, с которой Маркс черпал множество идей. Второй момент марксизма – это научный социализм. Научный социализм, который раскрыт в трудах Маркса, Энгельса, Владимира Ильича Ленина. И достаточно богато, можно сказать, он достаточно богато представлен работами. Скажем, можно указать на работу Энгельса, развитие социализма от утопии к науке, работы Энгельса «Антидюринг». Вот они так вскрывают, ну и подавляющее число работ Владимира Ильича Ленина, они вскрывают этот момент научного социализма в марксизме. И третий момент, который зачастую забывается товарищами, зачастую в нем много всякой путаницы – это момент, который называется исторический материализм. И вот я хочу остановиться на этом моменте, перед тем, как я это сделаю. Напомню, что моменты – это неразрывно связанные с друг другом. Мы об этом много раз говорили. И поэтому, когда мы говорим, скажем, о политической экономии, мы обязательно говорим об научном социализме. Когда мы говорим о научном социализме, подразумеваем политическую экономию, то есть это неразрывные моменты, в одном целом в марксизме, и не случайно Владимир Ильич Ленин говорит, что марксизм – это единый кусок стали в этом смысле. Ну так вот, возвращаясь к историческому материализму. Что же такое исторический материализм? По определению просто – это диалектический материализм, примененный к истории. Ну вот, казалось бы, применяем диалектический материализм к истории, и, собственно говоря, очень часто на этом рассуждения об историческом материализме заканчиваются. Ну или, скажем, товарищи идут чуть-чуть дальше и вспоминают такое достаточно точное и емкое определение Энгельса, который говорил, что согласно основным положением исторического материализма является тот факт, что в основе общественных отношений лежит производство и воспроизводство непосредственной жизни. Вот такое основное положение исторического материализма. И на этом об историческом материализме вроде как заканчивают разговаривать. Но давайте пойдем дальше. Мы говорим, что диалектический материализм применяется к истории. Значит, если мы что-то применяем к истории, то нам нужно разобраться, что такое диалектический материализм. Диалектический материализм – здесь возникает слово «диалектика». То есть это гегелевская диалектика, которая истолкована материалистически Марксом. Ну, казалось бы, мы об этом тоже много раз говорили. Значит, мы берем гегелевскую диалектику истолковываем материалистически и получаем диалектический материализм. Значит, истолковываем материалистически, получаем диалектический материализм. И вроде как применяем, к чему мы применяем, и где мы это применяем, каким образом мы это применяем. вот эта связь которая очень важно она зачастую пропадает в изложении марксизма и скажем когда мы говорим о капитале понять то каким образом происходит движение в капитале без диалектической диалектического материализма практически невозможно но вот этой связке которые которая связывает диалектический материализм и движение в капитале и и в изложении вот так вот систематическом изложении сложно найти в литературе то есть товарищем которые изучали гегеля и которые читают капитал очевидно что маркс используют диалектические категории так или иначе в изложении в движении в исследовании Но каким образом эти категории там применяются, как они раскрываются, как они соответствуют, то есть категории диалектики, как они соответствуют движению в исследовании капиталистического метода производства, это не совсем очевидно. И вот здесь на помощь как раз приходит основная работа Игоря Константиновича Смирнова, которая называется «Метод исследования экономического закона движения капитализма в капитале Маркса». Сейчас мы об этой работе будем говорить, и я позволю себе то движение, ту связь, которую Игорь Константинович устанавливает между наукой и логикой Гегеля и капиталом Маркса, здесь коротко на этой связи остановиться. Но прежде я хочу сказать, что вот это движение, которое, движение диалектическое, которое нужно рассматривать в движении в капитале, сегодня зачастую подменяется некой не той диалектикой, которой разработал Гегель, а некой как будто бы Марксовой диалектикой. То есть говорят так, что как будто бы диалектику можно найти не у Маркса, а у Гегеля. И вот это положение не истина, оно лишь правильно в том смысле, что диалектику как метод можно найти у Маркса в снятом виде, то есть применение к капиталистическому способу производства. Никакой специфической диалектики в капитале Маркса найти не представляется. А вот применение диалектики Гегеля к специфическому способу производства мы как раз там и можем обнаружить. И это обнаруживает Игорь Константинович Смирнов, и он подробно останавливается на том, как я сказал, на том движении категорий Маркса и их связи с категориями Гегелевской диалектики. Начать рассмотрение этого движения надо с того, как определяет и Маркс, и Гегель метод исследования, метод вообще, и метод исследования в частности. Значит, под методом Гегель понимает осознание формы внутреннего самодвижения, содержания изучаемого предмета. Маркс прямо так не говорит о методе, но из его изложения видно, что именно так он этот метод и воспринимает. И подчеркнуть здесь надо следующее. То есть само это определение, как оно здесь в этой аудитории возникало много раз, но подчеркнуть я хочу в этом определении следующее. И то, на чем Игорь Константинович заостряет свое внимание, особенно, это то, что метод это не нечто... Вот есть субъект, познающий некий объект, и есть как будто его метод, некое... И так кажется, что это некое внешнее, некое третьему, третье субъекту и объекту. То есть субъекту, который познает, и объекту, который познают. Оказывается, и уже из определения следует, что это совершенно не так. Ну или частично не так. В каком смысле? А в том смысле, что, если мы еще раз вернемся к определению метода, значит, это осознание формы внутреннего самодвижения, содержания изучаемого предмета. Значит, с одной стороны, здесь есть осознание формы, то есть субъект здесь присутствует, который эту форму осознает. И содержание изучаемого предмета, который имеет свою форму самодвижения. То есть под методом надо вот понимать в этом смысле единство субъекта и объекта, субъективного и объективного. Осознание с одной стороны, а с другой стороны то самодвижение, которое есть в предмете. Ну и далее можно сказать, что, значит, поскольку метод раскрывает само движение в предмете, да, в изучаемом, если кто-то говорит, что он выстроил систему категорий, например, в изучаемого предмета, это означает, что он и изложил метод осознания этого предмета. И с другой стороны, если кто-то утверждает, что он овладел методом познания данного предмета, но он не может выстроить систему категорий движения, того движения, которое разворачивается в содержании данного предмета, нельзя говорить, что метод познан. То есть метод разворачивается вот в этом движении. Так, движемся дальше. Поскольку мы метод воспринимаем как осознание формы внутреннего самодвижения, у этого самодвижения есть начало, да, и есть результат. И соотношение начала и результата мы здесь много раз тоже указывали. Начало – это не развитый результат, а результат – это развитое начало. То есть это уже диалектическое соотношение, то есть начало подразумевает в себе результат. И когда мы говорим о результате, мы обязательно говорим о начале. Но это одно, один момент, который мы много раз проговаривали в этой аудитории. А важно здесь еще указать не только на начало и на результат как таковые, но и на движение от начала к результату. То есть как начало разворачивается в результат. И таким образом, если мы говорим о методе, то получается, что метод содержит в себе вот эти моменты – начало, движение и результат. Теперь давайте поговорим о начале. Что же такое начало взятое изолированно, вот просто как начало. Это нечто самое первичное, самое элементарное. И из этого начала выводится вся система знаний. То есть в потенции, в себе, начало содержит все, но нельзя брать начало где-то в середине, где-то в этом движении. В этом смысле начало самое простое. И оно разворачивается в более сложное. И это самое простое не просто разворачивается, но и сохраняется во всех последующих определениях этого начала. То есть если мы движемся от начала к результату, то в любой момент этого движения начало подразумевается. То есть оно сохраняется и воспроизводится в этом движении. И это очень важно. И вот здесь стоит привести высказывание Гегеля по этому вопросу, когда вообще проблема поиска начала, она нетривиальная, мягко скажем. Гегель задается этой проблемой, когда он пытается объяснить, почему он в качестве начала взял чистое бытие в науке и логике. Ну и, соответственно, Маркс до того, чтобы найти начало капиталистического способа производства, товар, потом мы будем об этом говорить, тоже он на это находит не сразу же. То есть товар у него появляется как начало не сразу же. И здесь важны следующие соображения, которые у Гегеля можно найти. Значит, по Гегелю начало является простым, первичным, исходным, основным, определяющим, абстрактно всеобщим, обладающим импульсом к движению. То есть начало дает импульс к дальнейшему движению. И вот Гегель предвидел, на самом деле, что вот этот поиск начала будет основанием для обвинения его в некой схоластике. И он писал по этому поводу, что если кто-то, выведенный из терпения, рассматриванием абстрактного начала скажет, что нужно начинать не с начала, а прямо с самой сути, то мы на это ответим, что суть это не что иное, как указанное пустое бытие. Ибо что такое суть? Это должно выясниться именно только в ходе самой науки и не может полагаться известным до нее. Ну и даже если предположить, что суть науки или суть предмета, который мы исследуем, уже известна заранее, все равно для того, чтобы развернуть эту суть, эту сущность предмета, нам необходимо начать с самого начала. Начать с самого простого и начать именно с бытия. То есть я буду сейчас об этом говорить, соотношение сущности и бытия, но все-таки нам нужно начать с непосредственно данного, с чего-то самого простого. Ну и движемся дальше. Да, и я повторюсь еще раз, что вначале вся сущность уже заложена. То есть сначала развертывается, и она в эту сущность развертывается в своем движении. Теперь как, собственно говоря, исследовать вот это движение диалектическое, и какие формы познания, на какие формы познания указывает Гегель, и на каких формах познания останавливается Маркс и Энгельс. они сравнивают и различают рассудочное формально-логическое движение и разумное диалектическое движение или диалектическое познание, диалектический подход. Но я не говоря так, что если мы говорим о рассудочном восприятии, то это просто формально-логическое восприятие. Это восприятие, когда что-то дано априори, дано без связи друг с другом, и воспринимается как мертвое, застывшее. И в этом смысле то, что я говорил до этого, то самое движение, оно может быть только раскрыто и понято только при диалектическом, то есть разумном подходе. И это диалектическое движение, и этот диалектический подход позволяет раскрывать это движение. А движение, как мы помним, содержит все противоречия, то есть оно позволяет... Основанием всякого движения есть противоречие, и значит диалектический подход позволяет эти противоречия изучать формально-логический подход противоречия изучать не позволяет он формально-логический подход твердо утверждает что и существует закон исключенного третьего и либо мы говорим а либо не а третьего не дано а диалектический подход говорит о том что есть и а и не а и и а и не а в единстве и рассматривает это в единстве из этого выводится движение так дальше когда мы говорим о движении от начала к результату это движение связано с движением от абстрактного к конкретному это движение тоже важно и в этом движении нужно понимать что это движение является появляется в исследовании любого предмета скажем значит да тут надо сказать что такое абстрактная и конкретная до абстрактная это просто взятая односторонне то есть вот то что я говорил формально логически застывшая не взятая в противоречий а конкретная это нечто взятая в своем противоречии и зачастую вот это движение от абстрактного к конкретному в капитале маркса рассматривают как движение от сущности к явлению и что именно такое восхождение имеет место в капитале маркса на самом деле это неправильный подход сущность на поверхности не лежит как мы уже как я уже об этом говорил она последует опосредственно быть ее бытием и сущность является истиной бытия и следовательно конкретно сущности непосредственно нельзя начать восхождение поскольку до нее нужно как бы сначала докопаться и в этом смысле вот то утверждение некоторых экономистов которые исследуют капитал маркса что движение восхождение такое имеет в капитале то есть он рассматривает сразу же сущность и движение к явлению она не видится неистином да вот теперь если мы говорим о том подходе к исследованию который я сейчас описал то есть это такой диалектический подход логический подход можно сказать да с точки зрения диалектики как он применяется к историческому подходу и как как связано эти два подхода ведь в действительности что можно как мы как можно действовать можно взять начало и логически двигаться к результату именно логически выводить одни категории из других а можно взять историческое движение да то есть то как в истории появлялись те или иные формы те или иные категории ну скажем если мы говорим о капитализме то капиталистические формы их изучать то есть историческое такое движение и вообще говоря чтобы где-то найти здесь точку опоры нужно указать связь между таким логическим подходом и историческим подходом но вот эту связь указывает энгельс он говорит об этой связи следующим образом он отмечает что логический метод в сущности является ничем иным как тем же историческим методом только освобожденным от исторической формы и от мешающих случайностей с чего начинается история с того же должен начинаться и ход мыслей и его дальнейшее движение будет представлять собой ничто иное как отражение исторического процесса в абстрактной и теоретически последовательной форме отраженное отражение исправленное но исправленное соответственно законом который дает сам действительный исторический процесс причем каждый момент может рассматриваться в той точке его развития где процесс достигает полной зрелости своей классической форме то есть вот это логическое движение выведение одной категории из другой надо понимать как говорит как утверждает энгельс и тут нас не полностью согласиться как историческое движение очищенная от случайностей а что значит очищенная случайности в каком смысле это надо понимать но это надо понимать в том смысле что в действительности те категории которые появляются в логическом движении скажем в капитале они не всегда соответствуют историческим исторической последовательности их появления но скажем если говорить о первой категории капитала о товаре то мы видим увидим и можем сказать что это действительно товар он как эта категория и сам товаром появляется еще и до капиталистического способа производства он появляется даже на ранних стадиях разложения первобытно общинного коммунизма товар уже и там где-то появляется поэтому исторически можно рассмотреть тут совпадение происходит и логического движения и исторического движения но например земельная рента появляется значительно раньше чем капитал и в этом у маркса в капитале земельная лента рассматривается в самом конце первого тома в этом смысле 3 тома да да прошу очень 3 тома сам конце 3 тома да он раскрывает земельную ренту в этом смысле здесь некая противоречия существует между логическим подходом и историческим но надо вот помнить то что энгельс по этому поводу писал и как мы видим маркс используют именно логический подход диалектический подход имея в виду и последовательность появления определенности и определений товара в в историческом развитии так ну давайте перейдем к немножко углубимся в сферу сферу сущности в науке логике чтобы понять какое место в науке логике с одной стороны у гегеля а с другой стороны у маркса в капитале какое место занимает категория закон значит в науке логике закон появляется в учении о сущности да и где-то в середине это учение о сущности и он соотносится с со второй категорией с категории явления то есть вот эти парные категории в науке логике встречаются явления и и закон закон является пишет гегель и в этом смысле кстати говоря у карла маркса в капитале мы найдем то та форма в которой различные законы проявляются в явлении но здесь нужно сказать что первично по отношению либо закон либо явлении как вообще говоря нужно изучать закон значит закон это категория сущности это нечто глубинное это не то что это небытие да это не они это не его нельзя закон увидеть на лицо он лишь является в явление и в явлении он появляется как именно как случайность да то есть в явлении он не просто этот закон тождественным явлению но и на в явлении мы видим колебания всевозможные вокруг закона и изучать мы этот на самом деле закон можем лишь изучая явление то есть сначала мы должны для того чтобы познать закон мы должны взять какое-то бытие из явления потом углубиться в начать отрицать это бытие углубиться в сущность познать закон потом вернуться обратно к явлению и таким образом закон мы поймем как закон раскрывается вот такое движение указываю указывает гегель в науке логики и такое же движение мы можем увидеть в капитале маркса значит теперь если мы говорим о том почему какое как закон разворачивается в систему законов и как закон например вот у маркса закон превращения закона превращения прибавочной стоимости до развиваются в законы прибыли почему так происходит и основание в чем основание это этого not игорь константинович в предисловии разбирает этот вопрос достаточно глубоко разбирает и указывает на то что вот это движение в сфере сущности которая есть в науке логике движение скажем после закона встречаются такие категории как действительная такие категории как субстанция в вот этих категориях закон разворачивает и получает дальнейшее определение и таким образом и если мы исследуем какой-то предмет скажем как карл маркс исследуют капитал то там то же самое движение и развитие закона происходит соответствии с движением в диалектике гегеля ну вот в частности у маркса можно найти следующую классификацию законов маркс говорит об основном законе о главном законе о всеобщем знаком законе то есть это вообще все за все виды законов которые у маркса встречаются об общем законе об абсолютном законе об абстрактном законе внутреннем законе и монетном законе конкретном действительном законе и о законе движения для того чтобы дать раскрыть движение закона и законов необходимо дать классификацию этих законов и вот в соответствии с тем движением от абстрактного к конкретному о котором я говорил диалектическое понимание классификации законов может быть дано следующее это основной закон на котором все основывается из которого выводятся или разворачиваются все остальные производные законы от основного и это значит первый основной закон второе это производные законы и третье это закон движения основного закона то есть тот закон в соответствии с которым основной закон разворачивается в во все остальные в производные законы но вот если мы говорим об основном законе то игорь константинович указывает следующее что основной закон это начало системы законов просто простая абстрактная всеобщность и будучи самой бедной абстракции он выражает самую глубокую сущность явления то есть вот этот основной закон в нем уже раскрывается противоречие с одной стороны это самая абстрактная всеобщность самое простое то что тот закон который имеет место который повторяется во всех следующих отношениях производственных если мы говорим о капитале маркса и с одной стороны с другой стороны он выражает самую глубокую сущность явления постольку поскольку из него вырастают все основные законы да и основной закон он определяет цели скажем основной закон капиталистического производства определяет цель производства но он определяет эту цель непосредственно а как раз самым важным вот это особо подчеркивает и константинович является и самый важным и сложным является нахождение и исследования опосредствующих звеньев, которые опосредствуют основной закон и цель производства. Теперь давайте пару слов скажем о законе движения, о законе развития. Значит, еще раз, основной закон раскрывается в производные законы. И опять же здесь получается, что вот это само движение, проследить само движение от основного закона до всех наиболее богатых законов, это и означает раскрыть закон движения. То есть здесь такое диалектическое единство получается. Нельзя указать на закон движения как таковой. Закон движения раскрывается в самом развитии, в раскрытии основного закона. И это очень важно подчеркнуть. И в этом смысле, если мы говорим о капитале Маркса, то чтобы сказать, а какой здесь закон движения, например, расскажите о законе движения, то надо взять весь капитал Маркса, пройти и увидеть все то движение, которое совершает основной закон капиталистического производства. Да, дальше говоря об основном законе, Игорь Константинович указывает, что основной закон выводится или, можно сказать, опосредствуется основным производственным отношением. И здесь, если говорить об основном производственном отношении, то будет полезно обратиться к Марксу. И то, как он указывает то элементарное производственное отношение, которое характеризует капиталистическое производство. Вот он пишет. Две характерные черты с самого начала отличают капиталистический способ производства. Во-первых, он производит свои продукты как товары. Не самый факт производства товаров отличает его от других способов производства. А то обстоятельство, что для его продуктов их бытие как товаров является господствующей и определяющей чертой. Уже в товаре и в еще большей степени в товаре как продукте капитала заключены овеществление общественных определений производства и субъективизация материальных основ производства, характеризующие весь капиталистический способ производства. Это первое. А второе, что является специфическим отличием капиталистического способа производства. Это производство прибавочной стоимости как прямая цель и определяющий мотив производства. Ну и вот здесь надо сказать о том, что, вот говоря об этом элементарном отношении, мы немножко как бы забегаем вперед, если говорить о логике движения в капитале Маркса. Но мы это забегание вперед делаем для того, чтобы вернуться назад. То есть, когда Маркс анализирует, а что же является элементарным отношением, основным отношением в капиталистическом способе производства, он говорит о товаре. То есть, он наблюдает явление капиталистического способа производства и там различает самую элементарную, самую простую ячейку этого способа производства. Товар. Из товара начинает свое движение в капитале. И здесь надо сказать, что зачастую в этом движении говорят, что как бы Маркс начал рассматривать капитал с какого-то некапиталистического товара. То есть, товар, который в самом начале возникает у Маркса, он как будто бы некапиталистический. И потом я об этом еще пару слов скажу. Его можно применять к другим общественно-экономическим формациям. И здесь такой подход не является диалектическим. Почему? Потому что, как я сказал, чтобы найти, чтобы выделить этот, вот эту ячейку, основную ячейку капиталистического способа производства, товар, чтобы его выделить, нужно посмотреть и увидеть в общественном бытии более развитые формы производства. И увидеть налицо капиталистический способ производства. И поэтому можно сказать, что товар, который в самом начале Маркс рассматривает, он является, он становится как капитал. То есть, это товар в становлении, в становлении капитала. Но в начале он, конечно, рассматривается просто как Марксом, как непосредственно данный. То есть, вот он говорит, и вроде начинает, но просто как с непосредственной данности, начинает с товара. Но опять же, это непосредственная данность, и вот эта абсолютизация, в некотором смысле, товара, он берется как абсолют, она возникает из опосредствования, то есть, уже наблюдения более развитых форм. И в этом смысле можно сказать, что не развитый капитал есть товар, а развитый товар есть капитал. И вот эта связь, которая разворачивается в процессе движения в капитале, она неразрывно связывает товар и капитал. Ну и, значит, если говорим об том движении, которое мы видим в капитале, значит, Маркс рассматривает товар, дальше он рассматривает потребительную стоимость товара, меновую стоимость товара, дальше он замечает то, что товары обмениваются друг на друга, а значит, есть что-то, что приравнивается в том акте обмена товаров, и он находит ту самую стоимость, которая вначале представляет собой просто как сгусток определенного труда, но в дальнейшем она разворачивается и появляется связь этого определенного труда с общественно необходимым трудом для создания данного товара. Ну и вот здесь возникает уже то противоречие, которое раскрывается в дальнейшем, и возникает стоимость и закон стоимости как основной закон товарного производства, а все то, что я рассказал до этого, означает, что и капиталистического производства, что закон стоимости разворачивается в систему остальных более богатых законов и категорий и является основанием для всех остальных законов. Но вот если говорить об основном законе, мы должны сказать, что капиталистическое производство полностью описывается вот этим основным законом. То есть основной закон, как закон стоимости, он в потенции содержит в себе все капиталистические законы более высоких, скажем так, порядков. Но вот указания на то, что закон стоимости является основным законом капиталистического способа производства напрямую у Маркса мы на самом деле не найдем. Хотя во многих местах из изложения Маркса следует, что закон стоимости является основным законом капиталистического способа производства. Но, скажем, у Энгельса, Энгельс прямо говорит в антидюринге, что закон стоимости является основным законом товарного производства, а следовательно более развитой его формы капиталистического способа производства. Да, ну вот здесь цитата из антидюринга, Энгельс пишет, «Этот закон стоимости является основным законом именно товарного производства, следовательно так же и высшей формой последнего капиталистического производства. Он проявляется в современном обществе таким способом, каким только и могут проявляться экономические законы в обществе частных производителей, как закон, лежащих в вещах и их отношениях, и независящий от воли и стремления производителей». То есть, как слепо действующий естественный закон. Вот такая позиция Энгельса, позиция вполне однозначная. Теперь давайте обратимся к тому, как в дальнейшем вот этот закон стоимости, он как исследователи, другие экономисты рассматривали и анализировали вот этот закон стоимости. Если мы возьмем работу «Экономические проблемы в СССР», который написал Иосиф Виссарионович Сталин, то мы заметим, что в этой работе Иосиф Виссарионович абсолютно правильно указывает на тот факт, что средства производства при социалистическом производстве, которое противоположно капиталистическому способу производства, средства производства товарами не являются. Но при этом он делает, и это абсолютно правильное указание на нетоварность социалистического производства, но при этом он делает ошибку в том смысле, что он говорит, что предметы потребления все еще товарами являются. И в этом смысле он делает логическую связь с капиталистическим способом производства, как мы сказали, как показано у Маркса, и как показано во всей логике движения, там, где мы видим товар, там мы опосредственно видим капитал. То есть, если в каком-то способе производства определяющим является закон стоимости, и этот способ производства подразумевает производство товаров, то это значит, это капиталистический способ производства. Обязательно там вырастет капитал и капитализм. Ну и вот это, можно сказать, что это не точность товарища Сталина, потому что во всех остальных отношениях он в этой работе правильно все говорит, и о цели социалистического производства он правильно указывает. Но здесь он указывает на то, что предметы потребления являются товарами, а следовательно он делает вывод о том, что основным экономическим законом социализма является закон стоимости. Ну и мы видим, что это из предыдущего изложения следует, что это абсолютно неправильно. И здесь надо сказать, что когда мы говорим, что Иосиф Вестерионович в данном конкретном вопросе ошибался, мы, собственно говоря, просто находим отрицательный момент в один именно момент, отрицательный в деятельности Иосифа Вестерионовича как вождя рабочего класса. Здесь не надо понимать, что это целое, это просто один момент в его деятельности. Никто не хочет сказать, что... Иосиф Вестерионович не хочет отрицать заслугу Иосифа Вестерионовича как вождя рабочего класса, как великого практика строительства социализма. Но вот этот момент, как отрицательный момент, мы отметить должны. И что здесь важно сказать, что Игорь Константинович, вообще говоря, как мне рассказывали в личных разговорах товарищей, которые с ним были знакомы, он вообще-то, говоря, роль Сталина и роль его деятельность оценивал очень высоко. В общем, по сегодняшним меркам можно было бы сказать, что Игорь Константинович был яром сталинистом. Но при этом в своей работе, которую мы разбираем сегодня, он прямо указывает на то, что нельзя считать закон стоимости основным законом социалистического способа производства. Что это является основным законом товарного производства, а, следовательно, производства капиталистического. Ну и в заключение я хочу сказать еще несколько слов. Собственно говоря, я хочу просто процитировать, вернуться к самому началу работы Игоря Константиновича и процитировать то, что он считал. Да, вот мы знаем, что Карл Маркс писал в письме Иосифу Ведемейру, писал о том, что он сделал в науке, тот свой вклад, который он в науку сделал. Ну и вот я дам слово Игорю Константиновичу прямо здесь и процитирую то, как он свою задачу видел. Он пишет так, автор настоящей работы видит всю сложность поставленной перед собой задачи и, конечно, не пресендует на ее полное решение. Среди основных положений, выдвигаемых и обосновываемых им, можно выделить следующее. Уточнение в соответствии с буквой и логикой капитала конечной цели исследования в этом произведении Карла Маркса. Исследование движения экономического закона как диалектического процесса. Определение основного экономического закона как закона явления основного производства отношения и, следовательно, как самого простого из всех экономических законов системы. Утверждение закона стоимости в качестве основного экономического закона капитализма. Отрицание тождества основного экономического закона и экономического закона движения общественно-экономической формации. Раскрытие последнего, как реализующегося основного экономического закона. Конкретизация количественной определенности, капиталистической, дифференциальной и абсолютной земельной ренты. До ренты мы тут не дошли. Но что можно сказать в целом? В целом, можно сказать, если мы вернемся к изучению капитала, то вот таким серьезным помощником, да, можно сказать, можно вернуться к, обратиться к Владимиру Ильичу, да, в философских тетрадях он писал, что нельзя вполне понять капитал Маркса, особенно его первой главы, не прошудировав и не поняв всю логику Гегеля. То есть из этого следует, что для того, чтобы понять первую главу капитала, нужно штудировать Гегеля. То есть для того, чтобы помощь в понятии капитала служит Гегель. Ну и вот здесь можно сказать, что еще одной, так сказать, соломинкой, которая может поддержать товарищей, идущих по этому пути, по пути изучения капитала, осознания логики движения в капитале, того движения, которое есть у Маркса. Помощью в этом может служить не только наука логики Гегеля, ее, безусловно, нужно изучать, но и работа Игоря Константиновича, который отражает ту логику в движении категорий Гегеля и движения категорий в капитале Карла Маркса. Спасибо. Спасибо. Вопросы. У Ильенкова основные работы посвящены применению марксистского, марксом метода диалектики в капитале. В нем... В чем новизна, товарища Смирнова, да, просто, я хотелось бы узнать, по сравнению с Ильевковым, с Айзерманом, там ведь много у нас же философов и работало. Да, я хочу сказать, что философов работало... Я не услышал, в чем конкретно. Философов работало действительно много, но если вот мы возьмем книгу, какая-то мне попадалась, «Диалектика капитала», там есть все о капитале, то есть говорят о Марксе и так далее. Но диалектики как таковой нету, она пропала куда-то. То есть действительно исследуется, как Карл Маркс категории, какие категории он определял и как он их определял. Что у Игоря Константиновича, он идет, он рассматривает то движение категорий, которое есть в капитале, прямо непосредственно. Прямо вот если взять определение содержания капитала, да, вот товар, два фактора товара, двойственный характер, заключающийся в товарах труда и так далее. Формы стоимости рассматривает и так далее. Он идет вот по этим пунктам, не так развернуто, как Маркс, конечно, но показывает ту связь, которая есть категорией у Гегеля в науке-логике и у Маркса. Он показывает эту связь. И вот эта связь, это очень важно. И выведение, как при помощи категории науки-логики выводятся категории в капитале. Вот. Вы хотите сказать, что у других авторов этого не было? Я такого не видел. Да, я такого не видел. Я не готов, конечно, спорить, честно скажу. Спасибо. Вопрос, ответ есть. Три выступающих. Торарищи, Тихо, пожалуйста. Проходите. Ну, не поздравляйте. Хороший. Я совсем кратенько, да, даже, наверное, не пять минут. Меня единственное, так сказать, вопрос к выступающему, и с чем я категорически с ним не согласен, это с тем, что при социализме совершенно не действует закон стоимости. Он действует. Он не главный закон, но он действует. И конкретно это выражалось в том, что у нас существовали две формы собственности, как известно. Одна – общественная собственность, в лице государственной собственности. И вторая – так называемая колхозная. То есть это групповая собственность. Это практически частная собственность. И вот этот частник как раз, так называемое колхозное крестьянство, а если перевести на терминологию политэкономии, то это мелкий буржуа. Он никаких других способов обмена не видел и не предполагал, кроме как товарно-денежные отношения. Поэтому Сталин совершенно, так сказать, логично заявил о том, что товарно-денежные отношения существуют при социализме. Да, их государство, диктатура пролетариата в виде государства, оно их ограничивает, сокращает, но тем не менее они есть. И более того, я могу сказать, это конкретно в чем проявилось. Давайте вспомним голод 1932-1933 года. Что может засуха была или еще что-то было. Нет, ничего подобного. Просто мелкий буржуа в виде копирированных крестьян, то есть колхозы, он почему-то решил, что государство о нем позаботится, и поэтому он, как говорит, ну, налоги мы не будем платить, а оставим себе вот эту всю еду и проживем нормально. Государство говорит, нет, ребята, вам дали землю, вам дали МТС работать, так сказать, будьте добры, оплатите сначала налоги, верните в натуральном виде, а потом уже на остальном живите. В результате получился голод. То есть, кроме товара денежных отношений, так называемое колхозное крестьянство, ничего другого не, так сказать, не видела и не предполагала. И это было и при Сталине, это было и дальше, и до конца, так сказать, советской власти. Вот, что я хотел сказать. Спасибо. Товарищи, жертвы. Вот, вы вначале дали определение марксизма, что это единство трех моментов. И третий момент указали как исторический материализм. Как исторический материализм. Вот, я против вот такого выступления, потому что здесь должно стоять не ИСМАТ, а ИСМАТ плюс ДИАМАТ, то есть философия. Почему? Потому что наше учение коммунистическое, оно должно быть фундаментальным и всеобщим. И забывать про физику, про природу ни в коем случае нельзя. Наше учение, оно должно охватывать и природу тоже. А так как вы говорите, что только ИСМАТ, то есть интересоваться отношениями людей и общества, так же думали и в ленинское время теоретики такие, как Роза Люксембург, как Богданов. Они тоже считали, что марксизм, это учение о людях, об обществе. А физику и фундамент материи не нужно изучать. Вот это неправильно, потому что это делает наше учение слабым, а не всесильным. На первый поверхностный взгляд может показаться, что вопросы, которые, проблемы освещал в своей лекции Кирилл Валерьевич, уж такие глубокие теоретические. И до жизни там очень далеко. На самом деле, все это не так, все наоборот. Потому что Кирилл Валерьевич прекрасно пояснил, что между вот этой самой глубокой абстрактной теорией и конкретной формой проявления непосредственная связь, вот эта цепочка. Вот такой образный пример. Если мы возьмем бобовое зернышко, посадим туда, глубокую землю, из него обязательно вырастет бобы. А если желудок посадим, дуб вырастет, а не береза и не либо. Что-то иное. Поэтому вот этот вопрос об основном экономическом законе капитализма, законе стоимости, это тот, вот камень преткновения для многих, тот теоретический вопрос, неправильное решение которого по отношению сначала к капиталистическому способу производства, приводит и к тому, что будут сделаны неправильные действия уже по отношению к социалистическому, коммунистическому способу производства, и приводит к его разрушению. Что мы имели на практике в нашем Советском Союзе. То есть вот, казалось бы, маленькая такая теоретическая ошибочка, она к чему привела? Закон стоимости, сделали вывод, он применяется к социализму, но только делали, так сказать, прилагательно, социалистический закон стоимости, и социалистический товар, и прочее, прочее, прочее. А затем последовали реальные действия. И к чему они привели? К уничтожению коммунизма. И вот эти выводы нам обязательно нужно помнить. Спасибо. Вам заключить на слово. Да, значит, дорогие товарищи, я бы хотел вернуться, ответить на замечания выступающих, и отвечу следующее. Значит, по поводу исторического материализма. Маркс и Энгельс возражают вам, товарищи, дорогой, и они пишут так. Мы знаем только одну науку, историю. В каком смысле? В каком смысле? Что история включает в себя и развитие человека, и развитие природы. И в этом смысле, вот Маркс Энгельсом об этом пишет. Когда мы говорим об историческом материализме, мы имеем в виду, что это и есть диалектический материализм. Тот, который вы пытаетесь приписать. Как будто бы в историческом материализме вы считаете, что нет диалектического материализма. А это не так. Исторический материализм? Или как вот когда я слышу это сокращение, истмат, вот тут мне сразу же, сразу же я понимаю, что речь идет о чем-то другом, не об историческом материализме. Потому что вот это как истмат, истматики еще какие-то есть, диамат, диаматики и прочее. Значит, исторический материализм, это диалектический материализм, примененный к истории. И все. Дальше. Что касается форм собственности при капитализме. Я думаю, что утверждать при социализме, я думаю, что утверждать о том, что существовало два вида собственности при социализме, это совершенно неправильно. И те, кто это утверждает, ошибаются. Ошибаются. Ошибаются эти товарищи. Здесь вопрос заключается в том, что при социализме, социализм это низшая фаза коммунизма. собственность общественная при коммунизме общественная собственность 1 и она выступала в советском союзе в двух формах первая форма это колхозно-крестьянская собственность и вторая форма это государственная собственность и пока доказать что первая форма именно была форма общественной собственности несложно цены которые по которым крестьянство обменивало свой продукт они назначались государством мтс существовали машино-тракторные станции и государство определяло кому давать эти машинные тракторные станции кому не давать кому давать средства производства кому не давать это значит что эта форма собственности была подчинена планированию социалистического планирования и участвовала в общественном производстве таким образом спасибо никогда не было они сдавали налог отчисляли а потом так сказать распоряжались это была групповая собственность это частная такая я вам я вам говорила вы заехали уважаемые товарищи это взялись понаря просто спасибо дорогие товарищи значит два объявления у нас занятия в этом зале заканчиваются в этом семестре но мы не прощаемся значит встречаемся с вами воскресенье в 11 часов у крейсера обруда я повторю повторю что нас запланирована экскурсия адрес петроградская набережная 234 ближайшие станции метро либо горьковская либо площадь ленина значит входной билет взрослый 400 рублей учащиеся пенсионеры 200 рублей инвалиды первой второй группы бесплатно это первое гуляние и второе хочу пожелать вам во-первых отдохнуть на каникулах мы уходим на каникулы и совместить приятное с полезным а именно вот наверное одна из причин почему на этом вопросе споткнулась официальная советская политэкономия или часть придворных политэкономов официально вроде формально геглевская диалектика считалась вот основой нашей философской системы а на самом-то деле никто науклойки не изучал больше ходили поклонялись цветы возлагали с трибун клялись верности науклойки никто не изучал вот одна из причин того что сказать у нас случилось в стране поэтому я настоятельно рекомендую совместить приятное с полезным помощь размещенными занятия кружков по наук и логике теперь у нас их два вот кстати советском союзе в конце 70-х начале 80-х годов я когда был студентом большого ленинградского университета был по-моему один только кружок по изучению наук и логики а сейчас целых два путей в ленинграде и к нам приснился нижегородский кружок вот противоречиво но факт так что спасибо встречаемся в октябре этого года первый четверг